Как участники Комитета по иностранным делам, мы посетили Казахстан и Узбекистан, провели два дня в каждой стране. Общая идея состояла в том, чтобы обменяться мнениями с нашими партнерами для пересмотра стратегий ЕС по Центральной Азии. Мы провели ряд встреч, которые были крайне полезны. Например, в Казахстане у нас была длительная встреча с министром иностранных дел и абсолютно открытый обмен мнениями. Мы также встретились с членами Комитета по международным вопросам Комитета по внешним связям, обороне и безопасности, как с членами Комитета, так и с председателем. В ходе обмена мнениями с председателем и членами Сенатского Комитета по конституционным вопросам мы смогли обсудить ряд вопросов, важных для сотрудничества между ЕС и Казахстаном. Затронув ряд вопросов, касающихся прав человека, Хочу добавить, что мы запустили диалог и провели живой обмен мнениями. Порой нам приходилось объяснять нашу позицию, поскольку местные участники, как правило, не видели весьма значимой связи между иностранными делами и правами человека. Эту связь не видят во многих странах. Даже профессиональные политики не всегда видят связь между иностранными делами и правами человека. Поэтому нам пришлось выступить в роли педагогов. Не для того, чтобы преподать урок нашим партнерам, а чтобы пролить свет на нашу перспективу. Нас спрашивали, почему мы так обеспокоены этой проблемой. Разный опыт мы получили в Астане и Алматы. К сожалению, в Алматы имел место инцидент. Мать задержанного пришла на встречу с нашими коллегами. На выходе из холла отеля ее арестовали. ее увезли, и мы не знали, куда. Мы попытались вмешаться, попытались поговорить с полицией окружающих зданий. К счастью, посол Казахстана в Брюсселе была рядом. Мы попросили ее уточнить, что происходит. Нам сказали, что женщину освободили, и ничего не произошло. Но в тот момент нам пришлось отменить встречу. Мы переживали, так как в дальнейшем нам нужно было встретиться с представителями НПО. Жизнь неправительственных организаций далеко не сахар. Сможем ли мы наладить настоящий диалог с нашими казахстанскими друзьями? Не просто сотрудничество по вопросам внешней политики и энергетики, но и сотрудничество в области прав человека. В этом и состоит наш вызов. Участники нашего комитета готовы двигаться вперед и работать конкретно по данному вопросу. Также ожидается визит Антонио Панцери, который присутствует здесь. Он поедет в Казахстан в качестве председателя правления, председателя подкомитета по правам человека. Мы попросили предоставить ему возможность встретиться с людьми, которых мы обсуждали с нашими партнерами, посидеть тюрьмы и людей, наказанных за защиту свобод. Надеюсь, что это будет возможным, и после этого мы увидим людей, о которых мы говорим на свободе. Генеральный прокурор проявил открытость. Мы провели длительную встречу, упомянув ряд имен. Он предоставил нам некоторые сведения. Похоже, он проявил добрую волю, как и большинство депутатов. Мы надеемся, что визит господина Панцери обеспечит возможность расширения диалога по защите основных свобод. Мы встретились с несколькими профессорами Назарбаев университета в Астане, европейцами и американцами. Они организовали обучение так, что оно не контролируется властями. Нас заверили в качестве образования. Многие кафедры со всего мира обеспечивают там прекрасное обучение без контроля со стороны местного министерства образования. Несколько комментариев к последующим этапам нашего визита. Прежде всего, в Ташкенте мы смогли встретиться с представителями гражданского общества. Они рассказали нам, что противоречит информации властей, что все политзаключенные, кроме одного, были освобождены. Они упомянули ряд людей, которые все еще находятся в тюрьмах по политическим или религиозным причинам. Мы пытались установить, что именно происходит с этими людьми. Анна Гомес подняла ряд вопросов. В Ташкенте мы видели открытость со стороны наших собеседников. Парламентских организаций и Министерств иностранных дел. Что позволило нам начать диалог благодаря открытости Узбекистана. Всем известно, что между Казахстаном и Узбекистаном имеется определенная конкуренция в отношении открытости, готовности работать с нами. Мы обсудили ряд интересных досье, например, вопрос Афганистана и вклад Узбекистана в мирные переговоры с Афганистаном. Мы ожидаем результаты выборов в Афганистане, чтобы увидеть возможные изменения в этих переговорах. Мы обсудили ряд интересных... Мы провели переговоры с представителями ООН по вопросам незаконного оборота наркотиков, организованной преступной и превентивной дипломатией. Мы также имели возможность обсудить с нашими узбекскими партнерами ряд вопросов касательно Центральной Азии в целом. И взгляда на Европу при новом подходе. В Самарканде мы провели переговоры с региональными властями, заместителями губернатора области. Мы увидели два проекта. Один из них уже работает. Он касается защиты женщин, в частности от насилия в семье. Другой рабочий проект — это управление твердыми отходами. Это тип сотрудничества, которое мы планировали. В обеих странах имеется определенная степень открытости и заинтересованности. Они считают стоящим сотрудничество с нами по вопросам внешней политики. Афганистан и Сирии — нераспространение оружия. Обе страны продемонстрировали желание работать с нами как с депутатами Европарламента и комитетами АФЕТ. Жаль, что нет Еветы Григули, хотя она председатель делегации по отношениям с Центральной Азией. Она присутствовала на первом этапе визита в Казахстан, но затем покинула нас. Порой стоит не только иметь связь с делегацией по Центральной Азии, но и смотреть на вопрос под другим углом. На месте кто-то сказал нам следующее. Когда приезжает делегация, мы никогда не обсуждаем права человека. Это довольно тревожно, наши делегации отправляются во все концы мира, не являются группами дружбы. Наши делегации отправляются в указанные места, и они должны учитывать позицию комитета Европарламента по иностранным делам и под комитета по правам человека, иначе к нам утратят доверие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...